Это гриль Ну по-моему круто вообще Вот ваша машина? Это от стиральной машины Это гриль от стиральной машины Здесь тоже такая история Почему он ее сделал Потому что прикольно Но не только То есть это самому сделать Гриль вообще довольно дороги Да? Ну я бы хотел, чтобы Бетон рассказал А почему он сделал Тебя мотивация была только эстетика Или тоже для тебя Эмм Я думаю, что это entscheидende Если вы действительно экстраконстык Можете или гриль Для тебя Да, да Эмм Я, это всегда Эмм Я. 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 Я слышал, что это легче гриле, если есть лепестки, и воздух из-за вниз. Эта идея тоже есть для оптимирования, но это тоже... Вообще, эта идея была сначала, когда он слышал, что если дырявый гриль, то есть дырки, то тогда циркуляция воздуха, и тогда гораздо лучше горит. Но когда он это попробовал, ему это тоже эстетически понравилось, но идея была прежде всего, чтобы оптимировать циркуляцию воздуха в гриле. Но это не работает. Это не работает сначала. Да, я купил всю машину, и я ее взяла в магазине, чтобы обеспечить, и я снял ее, и снял ее, и снял ее, и снял ее. И снял ее, это тоже из меня, но это... Эта метр, и снял ее... Это... Как я могу сказать... Метер, это не... О, нет. Он нашел на улице стиральную машину, отвез ее в магазин, где их можно там сдавать, там мы ее разобрали и он забрал с собой барабан и вот эти трубки он купил, ну там на метр можно их резать. А эту решетку где он взял? И как ты делал это? Это я сам сделал. Как? И выкручил. И это так, чтобы он не было. Да, для того, чтобы он не было. Специально, размер. А ножки, как крепятся? Они там на винтах или приварены? Ты тоже швычил. И ты тоже приварен. А приварены, да? А это вот другой барабан, да? От другой стиральной машины. И это еще одна лампа. Это лампа. А, лампа! Это пластик? Да, это... Ну то же самое. А, ну да, да, да. Это дизайнерский объект такой. Понятно. Понятно, да. Понятно. А когда ты сделал гриль? Пять лет назад. Пять лет назад? Ну да, 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 да. Но он сам не сказал об этом ничего. Это ты за него говоришь? Нет, я у него спросила. Потому что он сначала говорит, он просто испуганный, что ты его отказываешь. Ну да, это тоже, конечно, эстетически. Я спросила, была твоя мотивация, первоначальная эстетика? Он сказал, что трудно сказать, это смазано, но я слышал, что в гриле с дырками лучше функционируют. А, понятно, а вот вопрос цены, дороговизны... Вопрос в том, что это бесплатно, это для тебя важно? То есть, ты не можешь купить гриль, но для тебя это практично, бесплатно? Или это не было ничего? Если бесплатно, то я всегда бесплатно. Если бесплатно, то можно сделать, он всегда использует это возможно. Я не покупал гриль, потому что это не нравится. Он никогда не купил гриль сам в магазине, потому что он этого не любит. И почему? Потому что он не любит, он не любит, и он не любит. Он не купил его, потому что, во-первых, он развалится, во-вторых, он не красивый, и у него нет души. У него нет своеобразия. Да. И гриль очень примитивный. Гриль – это примитивное, что можно сделать. Да. Если человек и Николь не в Швейцарии, можно сказать? Да, да, да. Гриль – это примитивное, что для того, чтобы он не было много, чтобы он не было много. Он говорит, что он бы хотел его оптимировать, чтобы он действительно хорошо функционировал и что уже важно не столько эстетика, сколько чтобы он работал и чтобы он его собирается переделать, чтобы воздух шел действительно снизу и использовать в будущем. Супер!